Всем привет! Меня все чаще начинают пинать на тему создания всяких таймеров, лотерей, игровых автоматов. К этому надо потихоньку подходить, и поэтому темой сегодняшнего урока будет создание двоичного счетчика. Делать я такой счетчик буду на Т-триггерах с задержкой по заднему фронту, потому что у них есть одна очень интересная, в данном случае полезная особенность. Кстати, как строится Т-триггер и на каких принципах он работает, я рассказывать не буду, достаточно ссылочки в углу экрана, об этом я уже говорил. Итак, вот у нас Т-триггер построен, давайте подведем сюда сигнал. Вот так, даже через повторитель это сделаем, пожалуй. И попробуем поставить рычаг, чтобы было нагляднее понятно, какую именно особенность мы будем использовать. Смотрите, Т-триггер сейчас находится в одном положении. Когда я подаю сигнал на вход Т-триггера, ничего не происходит. Т-триггер меняет состояние только когда сигнал на входе пропадает. Именно вот эта особенность нам очень важна. Она лежит в основе вообще нашего счетчика. Кстати, что такое вообще счетчик? Это механизм, который у нас будет считать в двоичном виде от нуля до какого-то определенного числа. В принципе, данная конструкция на Т-триггерах, задержка по заднему фронту, она не совсем удачна, потому что проблематично достаточно сделать сброс у нее. Но зато она предельно просто по организации и достаточно стабильно по работе. Как мы делаем счетчик? Нам понадобится некое количество триггеров по количеству наших бит, которые мы будем использовать при подсчете. Соответственно, чем больше бит, тем больше максимальное число. Триггеры мы устанавливаем через два блока. Каждый. Вот так. Строятся они абсолютно одинаково. Тут никаких хитростей не будет. Поэтому просто выстраиваем через два блока. Вот так вот несколько триггеров. Ну и давайте ограничить тремя. То есть у нас будет число из трех бит. Так. Ставим блоки внутри. Далее. Факелы. Редстоун поверху. И наши Т-триггеры готовы. Теперь их нужно соединить в единую цепь. Как мы это делаем? У всех Т-триггеров, как вы могли заметить, я вот это вот отверстие, которое будет фактически выдавать сигнал того, что триггер находится вот в этом положении, расположил в одинаковом месте. В принципе это не важно, но на мой взгляд так оно аккуратнее получается. Далее. Рядом с первым Т-триггером проводим вот так линию. Это у нас первый бит. Затем ставим рядом блок и выгибаем линию вот так. Она по-прежнему у нас подсвечивается от вот этого блока, потому что блок у нас подсвечен факелом, расположенным внизу. И также переходит на следующий Т-триггер. Здесь делаем то же самое. И здесь также. Ну, последнего, понятно, выход никуда выводить не надо. Он у нас сам по себе. Соединяем здесь также. И наша конструкция готова. Единственное, что я вот здесь вот... Триггер надо восстановить. Давайте проверим, что все триггеры у нас выглядят одинаково. И вот здесь на входе мы, пожалуй, поставим кнопку, которая у нас будет управлять всем процессом. Теперь давайте посмотрим, как она выглядит в работе. Я нажимаю кнопку и первый бит загорается, то есть это единичка. При нажатии кнопки повторном у нас триггер меняет состояние на обратное, то есть это нолик. Загорается уже второй бит, то есть это двоечка. Поскольку у нас вот отсюда сигнал не переходит на второй триггер, то при следующем включении схемы этот триггер состояние не изменит. Загорится только дополнительно первый бит. Пожалуйста, это тройка. Теперь у нас есть сигнал вот здесь на выходе. Когда мы снова подадим сигнал, то сменится первый триггер, второй и, соответственно, третий, потому что статус сигнала на его входе поменяется. То есть загорится третий бит, это будет четверка, а первые два бита у нас обесточатся. Вот так. Как можно видеть, эта схема в двоичном виде считает. Это пятерка, шестерка, семерка и, соответственно, ноль. Все вот эти вот выходы отключились. Что тут можно еще добавить? Понятное дело, что между триггерами, между переключениями существует задержка. Так что для стабилизации схемы, скорее всего, придется здесь что-то похимичить с логическими элементами ИИ, ну или еще что-то в таком духе. То есть как-то застабилизировать вывод. Но это нужно не всегда, только если вам в схеме действительно важна стабильность переключения. В принципе, в ближайшем будущем я намереваюсь показать еще один триггер. Точнее, еще один счетчик. Он будет даже не совсем на триггерах построен. Более компактный, на мой взгляд. Хотя, не знаю насчет стабильности работы, но вроде тоже стабильный. Плюс у него, неоспоримое достоинство, есть возможность подключения кнопки сброса. Вот здесь, как вы понимаете, сброс произвести весьма проблематично адекватный с триггерами. Ну а на этом пока все. Не забывайте ваши комментарии, оценки к видео, подписываться на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!